Партия Партия 1917 года. Мир облетела весть о февральской революции в России. Рухнуло самодержавие. Новое буржуазное временное правительство продолжало войну. Народ не получил ни хлеба, ни земли. В эти дни революции было трудно без Ленина. Между ним и Родиной пролегали поля сражений Первой мировой войны. С первого же минуты, как только пришла весть о февральской революции, Ильич стал рваться в Россию. Ни во что бы то ни стало ехать, хотя бы через ад, говорил Ильич. Мария Ильинична Ульянова, работавшая тогда секретарем правды, принесла в штаб большевиков телеграмму. Приезжаем понедельник ночью, 11. Сообщите правде, Ульянов. Петроградский рабочий Константин Аршавский вспоминал. К Финляндскому вокзалу приближается поезд с Владимиром Ильичем. И не прошло и нескольких часов, как и всех рабочих районов, хвынули рабочие массы туда, к Финляндскому вокзалу. Двинулись и мы, василеостровцы. Ну, первыми пришли, конечно, выборцы, и было ближе. До боли в глазах всматривался я в подъезд Финляндского вокзала, надеясь скорее увидеть Ильича, который таким близким был нам, но который так далеко находился от нас там, в далекой эмиграции. Долго ждали мы, стемнело уже, и вот часы томительного ожидания порчили. К перрону, мы слышим, подошел поезд. Волнение пробежало по толпе. На крыльце Финляндского вокзала распахнулись двери, и появилась плотная, невысокая, энергичная фигура Ильича. Вот он, наш родной Ильич, вот, наконец, видим мы его, живого, собственными глазами, слышим его голос. Да здравствует социалистическая революция. В стране двоевластие. Буржуазное временное правительство и советы, созданные трудящимися. 4 апреля Владимир Ильич выступил на собрании большевиков с докладом о задачах пролетариата в данной революции. 7 апреля тезисы доклада были опубликованы в правде. Ленин писал. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности, и организованности пролетариата, ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Апрельские тезисы – план мирного свершения социалистической революции. Никакой поддержки временному правительству. Советы – единственно возможная форма правительства. Ленин возглавил ЦК и редакцию «Правды». В России впервые свободно проходили первомайские демонстрации. Ленин в этот день выступил на Марсовом поле, на Дворцовой площади, на Пороховых. С апреля по июль он не менее 110 раз выступил на митингах, собраниях, написал свыше 170 статей во звании брошюр за методами. В июне состоялся первый Всероссийский съезд Советов. Поддерживая буржуазное правительство, меньшевики СССР утверждали, в России нет партии, которая была бы готова взять власть в свои руки. «Есть такая партия!» – решительно заявил Ленин. «Наша партия от этого не отказывается». Партия большевиков решительно выступала против продолжения империалистической бойни. 18 июня в Петрограде состоялась грандиозная демонстрация, проходившая под большевистскими лозунгами. В этот день, когда демонстранты требовали мира, правительство при поддержке лидеров меньшевистских и эсеровских советов вновь погнало солдат в наступление. Плохо подготовленное оно провалилось. В массах нарастало недовольство. 3 июля начались стихийные демонстрации. Большевики призывали к выдержке. ЦК решает возглавие демонстрации, чтобы придать им мирный характер. 4 июля более полумиллиона рабочих и солдат снова вышли на демонстрацию. Согласие эсера меньшевистских лидеров временное правительство обогрило улицы Петрограда кровью трудящихся. На совещании членов Центрального и Петроградского комитетов партии, проходившем в заводской сторожке, было принято решение о прекращении демонстрации. Кончилось двоевластие. Разгромлена правда. Произведен обыск в квартире Елизарова, где жил Ленин. Стремясь обезглавить революцию, 7 июля Временное правительство постановило арестовать и привлечь к суду Ленина. ЦК решил на суд Ленину не являться. Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно, писал Ленин. Объективное положение. Либо победа военной диктатуры до конца, либо победа вооруженного восстания рабочих. Пребывание в Петрограде становилось для вождя опасным. 10 июля Владимир Ильич переезжает из Петрограда в разлив. Там он живет в доме большевика Емельянова. Работает над книгой «Государство и революция». Через несколько дней Ленин переселяется за озеро. Сестрорецкие рабочие изготовили для Ильича документы на имя Константина Петровича Иванова. Шестой съезд партии проходил в Петрограде в конце июля-начале августа. Через связных Шотмана, Орджоникидзе, Зофа Ленин руководил его работой. Съезд одобрил предложение Ленина о временном снятии лозунга «Вся власть советом». Принял курс на вооруженное восстание. Избрал Центральный комитет во главе с Лениным. Временное правительство усиленно продолжало розыск Ленина. ЦК партии принял решение переправить вождя революции в Финляндию. В Ялкало Ленин продолжил работу над книгой «Государство и революция». Она вооружила партию большевиков и пролетариат России научно обоснованной программой борьбы создания социалистического государства. Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность в теоретическом и практически политическом отношении. Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия политических форм. Но сущность будет при этом неизбежно одна – диктатура пролетариата. Ленин внимательно следит за событиями в России. Предупреждает партию о подготовке контрреволюционного заговора. 25 августа под предводительством генерала Корнилова начался мятеж. Уже была сдана немцам Рига. Вражеские корабли направились к тогдашней столице России. В своих работах, написанных в Финляндии, Ленин разоблачал Временное правительство как соучастника Корниловского заговора. Борьбу рабочих и солдат с контрреволюционным мятежом возглавили большевики. Разгром Корниловщины знаменовал собой начало нового подъема революции. Идет активная большевизация Советов. Революционный подъем масс достиг предела. Это был поворотный пункт в истории революции. По предложению Ленина партия вновь выдвинула лозунг «Вся власть Советов». Теперь это был призыв к вооруженному восстанию. В статье «Марксизм и восстание» Ленин указывал. Мы в то же время, не теряя ни минуты, должны организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство. Указывая, что к восстанию надо отнестись как к искусству, Ленин в работе Совета и Постороннего называет пять главных правил восстания и раскрывает их значение применительно к России к октябрьским событиям 1917 года. По возвращению в Петроград Владимир Ильич остановился на Севердобольской улице в квартире Фофановой. Последнее конспиративное убежище Ленина. 10 октября в этом доме на Карповке в условиях строжайшей конспирации проходило заседание ЦК. Был поставлен вопрос о проведении вооруженного восстания. Избрано Политбюро ЦК во главе с Лениным. Принята резолюция, признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все политические вопросы. 16 октября на расширенном заседании ЦК для руководства восстанием был избран военно-революционный центр. В него вошли Бубнов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, Бурицкий. Против восстания выступили в печати Каменев и Зиновьев. Ленин назвал это неслыханным предательством. Маргарита Афофанова вспоминала. Вечером 24 октября Ленин покинул квартиру. Уходя оставил записку. Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. Владимир Ильич направился в Смольный, чтобы взять в свои руки руководство восстанием. Непосредственно руководил выполнением Ленинского плана военно-революционный комитет Петроградского совета во главе с Подвойским и Антоновым Афсеенко. Пришли в движение отряды рабочей гвардии, матросов, революционные полки. Выполняя указания Ленина и ВРК, они блокировали улицы, занимали опорные пункты и правительственные учреждения. Утру 25 октября мосты, телефон, телеграф, вокзалы, электростанции, банк были заняты революционными частями. В зимний был направлен ультиматум. Временные сдаться отказались. Приседатель военно-революционного комитета Николай Ильич Подвойский вспоминал. Хонари нигде не горели. И мы под покровом ночи, растянувшись в цепь, достигли первого подъезда зимнего. Вдруг над головами у нас поплыл теплый, тугой гул. Это Аврора. По площади понеслось из края в край громкое победное ура. 26 октября в 2 часа 10 минут ночи дворец был взят. Временное правительство арестовано. Историческую победу октября закрепил второй Всероссийский съезд Совета. Перед вами кадры из художественного фильма, воспроизводящие исторический момент второго съезда. Съезд принял написанное Лениным воззвание к рабочим, солдатам и крестьянам о переходе всей власти в центре и на местах к Советам. Были утверждены декрет о мире, декрет о земле. Съезд образовал первое рабоче-крестьянское правительство, Совет народных комиссаров, во главе с Владимиром Ильичем Лениным. В него вошли товарищи Тлоначарский, Калантай, Сталин, Урицкий и другие. Великая Октябрьская социалистическая революция стала началом новой эры в истории человечества, торжеством гениальных идей Владимира Ильича Ленина. Геннадий Калантай, Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok